Всем привет, с вами снова Влад со своими игровыми новостями. Сегодня в свежем выпуске ты узнаешь, что собаки тоже могут быть спидраннерами. Также мы посмотрим на свежий геймплейный трейлер Warhammer 40 000 Space Marine 2, в котором нам показали резню цепным мечом. Ну а в команду Bioshock 4 ищут сценариста и других важных специалистов. И еще очень много интересных новостей. Поэтому, как всегда, ставь лайк, подписывайся на канал, ну а я расскажу тебе обо всем подробней. В апреле на платформе Steam состоялся релиз игры Backshot Roulette от независимого разработчика Майка Клубники. Его хоррор-версия русской рулетки мгновенно стала популярной. Издательство Critical. Reflex объявило о продаже более 2 миллионов копий игры, назвав этот результат неожиданным. Трудно передать словами, насколько мы тронуты, поэтому мы надеемся, что наша упорная работа над мультиплеером станет свидетельством нашей благодарности. С двумя миллионами проданных копий Backshot Roulette технически мы можем заполнить ровно миллион лобби один на один. Будем надеяться, что в будущем нам удастся достичь миллиона лобби для четырех игроков. Многопользовательский режим игры находится в стадии доработки, но дата его релиза пока неизвестна. В этом году ожидается выход консольной версии игры. Игровой процесс игры максимально прост. Игрок и загадочный дилер используют дробовики с неизвестным порядком боевых и холостых патронов. Каждый ход игроки могут выстрелить в себя или противника. Иногда задача усложняется особыми предметами, которые добавляют жизни, пропускают ход или показывают следующий патрон. Новостной портал Exputger сообщил о планах компаний Square Enix и Tencent выпустить мобильную версию легендарной онлайн RPG Final Fantasy XIV. Сотрудничество между компаниями было анонсировано еще в 2018 году. Однако на данный момент анонсирована только одна совместная игра. Мобильная версия игры Nier, которая была отменена в начале этого года. О мобильной версии Final Fantasy XIV известно мало и официальных подтверждений ее существования нет. Однако к игре вышло крупное дополнение Down Trail, которое привлекло рекордное количество игроков. Однако геймдиректор вынужден был извиниться за технические ошибки. Игра продолжает пользоваться популярностью даже спустя 10 лет после перезапуска. О чем говорит Хиронобу Сакагути. Создатель знаменитой серии Final Fantasy. Он заявил, что не хочет разрабатывать новую игру в серии, чтобы не испортить впечатление от Final Fantasy XIV. Он проводит много времени в игре и иногда получает приглашение на рабочие встречи через чат. Организаторы Summer Games Dunquake объявили, что одним из участников спидрана станет пес по кличке Арахисовое масло. Изначально организаторы сообщили, что закрывают доступ к спидрану Ken Griffey Jr. Present Major Lake Baseball, чтобы обеспечить комфорт одному из ведущих. После начала стрима вход в зал запретили для всех зрителей. В анонсе упоминалось, что спидран будет выполнять пользователи под ником GCR2Gamers и некто BB. Позже выяснилось, что речь идет о его собаке Peanut Butter. Этот случай не первый, когда четвероногий спидранер участвует в мероприятии. В январе собака посетила Awesome Games Dunquake и установила рекорд по прохождению платформера Geromite. GCR2Gamers ранее представил тизер мероприятия с участием своего питомца, демонстрируя кадры из игры и взаимодействия двух спидранеров. Релиз X-Defined можно назвать успешным. Всего за месяц условно бесплатный шутер привлек 11 миллионов игроков, а недавно в игре стартовал первый сезон. Однако активная аудитория продолжает снижаться из-за постоянных технических неполадок, а новый рейтинговый режим разочаровал оставшихся поклонников. Исполнительный продюсер X-Defined Марк Рубин попытался оправдать игру от обвинений в поспешном релизе, указав на то, что ранее движок шутера использовался только в ММО. Поэтому вся инфраструктура для FPS пришлось создавать с нуля. Даже Call of Duty начиналась на движке iTech, который был движком для шутера. Apex тоже создавалась на шутерном движке, но нам приходится разрабатывать все новые технологии на движке, который был создан для чего-то другого. При этом движок действительно замечательный, но он требует много работы. И вместе с этой работой приходит множество ошибок, над которыми другие движки уже потрудились. Мы не шутер, которому уже 20 лет. Если вам нравится то, что мы пытаемся сделать, оставайтесь с нами. И вы увидите, как все улучшается и добавляются новые функции. Но если игра не для вас, ничего страшного, вы можете двигаться дальше. Игроки в отзывах отмечают, что теперь им стали более очевидными многочисленные проблемы X-Defined. Проблемы с обнаружением попаданий, ошибки в меню, проблемы с анимацией и сетевым кодом. Однако теперь они хотят узнать причины, по которым такая крупная компания как Ubisoft не смогла позволить себе более подходящий движок для онлайн-шутеров. Разработчики грядущего продолжения Warhammer 40 000 Space Marine 2 представили свежий геймплейный ролик, демонстрирующий уникальное оружие. Цепной меч, также известный как Иломеч. Цепной меч позволяет эффектно и быстро уничтожать противников, парируя, огушая и рассекая их на части. Внешне он напоминает массивный меч с механическими зубьями, напоминающими зубья бензопилы. Выход Warhammer 40 000 Space Marine 2 запланирован на 9 сентября для ПК, PlayStation 5 и Xbox Series. Длительность сюжетной кампании должна составлять около 12 часов и в игре не будет микротранзакций. Разработчики популярной стратегии Satisfactory из компании Coffee Stain Studios объявили о скором выходе игры из раннего доступа. Обновление до версии 1.0 запланировано на 10 сентября, и оно принесет с собой множество новых возможностей, включая премиум сантехнику. Игроки смогут создавать уникальные унитазы с улучшенными механизмами смыва и другие интересные предметы. В Satisfactory игроки выступают в роли инженеров на неизвестной планете, где им предстоит строить фабрики для производства различных предметов, используя разнообразные ресурсы. Кроме того, в игре есть возможность сражаться с другими игроками. Ранний доступ к игре был открыт еще в марте 2019 года, но изначально проект был доступен только в Epic Games Store, где продажи оказались неудовлетворительными. В 2020 году Satisfactory стала доступна в Steam, и с тех пор получила 8 крупных обновлений и около 100 мелких улучшений. В частности, в ноябре 2023 года стратегия была перенесена на движок Unreal Engine 5. В феврале этого года продажи Satisfactory превысили 5,5 миллионов копий. Судия Clown Chamber, ответственная за создание Bioshock 4, наконец-то ожила после долгого перерыва. Сейчас команда активно набирает новых специалистов на различные должности. Среди открытых вакансий можно выделить позицию сценариста и других ключевых специалистов. В списке открытых вакансий упоминаются старший сценарист, дизайнер повествования, дизайнеры уровней, старшие дизайнеры сражений, старшие ИИ-аниматоры, старший художник по персонажам, старший художник по визуальным эффектам, старшие художники по освещению, художники, занимающиеся созданием моделей и материалов. ведущий инженер по рендерингу, несколько технических специалистов и несколько продюсеров. Известно, что издательство Take-Two планирует выпустить несколько значимых новинок в 2025 финансовом году. Однако пока остаётся загадкой, войдёт ли в этот список Bioshock 4. По слухам, опубликованным в прошлом году, проект столкнулся с серьёзными проблемами в производстве и пережил несколько перезагрузок. Однако из причин этих трудностей считается неспособность разработчиков создать сценарий, достойный знаменитой франшизы. И на этом свежий выпуск вчерашних новостей подошёл к концу. Как всегда, ставь лайк, подписывайся на канал, оставляй комментарий, ведь уже совсем скоро увидимся. Субтитры подогнал «Симон»!